Фальшивки на транспорте. За последние месяцы количество поддельных проездных выросло настолько, что теперь почти вдвое превышает число настоящих. Есть ли способы защиты от такого мошенничества? Что говорят перевозчики и что советует полиция? С подробностями Наталья Рединская. Водитель городского автобуса Александр Кукса с пассажирами, которые предъявляют фальшивые проездные, сталкивался десятки раз. Последний случай произошел всего несколько дней назад. Распознав подделку, водитель изъял билет и попытался объяснить нарушителю его неправоту. Выясняется в разговоре, что он купил его у какого-то друга за 300 рублей, за 200 рублей. Соответственно, проездной стоит 600 рублей, и приобрести его можно в специально отведенном для этого месте. В этом году фальшивые проездные стали реальной проблемой. Их количество оценивают двое больше, чем реализует официальная торговая сеть. Чаще всего изготовлением фальшивок занимаются студенты. Водитель или контролер невооруженным глазом увидит, подделка это или нет. На настоящих проездных несколько раз в год меняют цвет и конфигурацию элементов подложки. Есть и другие типографские методы защиты. Качество билетов, печать, оттиск, номер. Ну и, соответственно, каждый месяц стараемся менять саму бумагу. То есть она содержит определенные знаки. Образцы всегда у нас в местах продажи представлены. Представители транспортной компании сетуют, что ситуация с подделками нуждается в принятии мер. Сами они уже несколько раз обращались в полицию. Но все, что могли предоставить органам, это изъятый фальшивый проездной, собственные заявления и больше никаких зацепок, которые бы помогли установить личность нарушителя. Предприятием было направлено два письма уже сотрудникам полиции. Информирована администрация города как заказчик муниципальных перевозок. Но из полиции на сегодняшний день мы пока ответ не получили. В полиции в таких случаях советуют ковать железо пока горячо. То есть вызывать сотрудников УМВД сразу на место происшествия и составлять протокол по факту нарушения. При выявлении таких случаев обращаться в полицию, чтобы данный факт был зафиксирован. И проведена, опять же, соответствующая проверка в отношении лица, которая использует поддельный документ. Как на предмет использования, так и на предмет изготовления. Но и при нынешней ситуации автор подделки рискует попасть в руку принципиального перевозчика, который рискнет довести дело до логического конца. Катаясь с фальшивым проездным, вы легко можете нарваться на водителя, у которого просто лопнет терпение. И даже не сомневайтесь, он выпустит всех пассажиров, а перед вами захлопнет двери. Водитель оставит дожидаться сотрудников полиции. Тогда будет установлена личность зайца. И транспортная компания подаст на него в суд. Наталья Рединская, Дмитрий Боев, Евгений Коровцовский. Новости мира Белогорья.